Это программа Политпрайм. Продолжим. Когда-то у каждого советского школьника обязательно был значок. Или октябрятский, или пионерский, или комсомольский. Ну, хотя комсомольские иногда отсутствовали, но октябрятский был у каждого совершенно точно. Причем некоторые значки были покрыты эмалью, а другие сделаны из прозрачного красного пластика. Это было невероятно круто. Да, потом иногда смешно было об этом вспоминать, но в тот момент, когда вы эти значки носили, разве не было вам круто? Возможно, нынешним школьникам младших классов будет так же круто, как было нам когда-то. Возможно, октябряты возвращают. Я подумал об этом, услышав название программа «Орлята России». У нас в студии Светлана Лисица, региональный координатор федерального проекта «Навигаторы детства» Хабаровском крае. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы совсем молоды, а люди моего поколения все до одного были в детстве октябрятами. Вот для нас аналогии очевидны. Орлята России, октябрята. Мы правы или нет? С какой-то степени, да, вы действительно правы. Орлята России – это движение, которое объединяет школьников первого и четвертого класса. И у нас сейчас в стране создалось такое большое единое движение, российское движение детей и молодежи, движение первых. И вот как раз «Орлята России» станут первой ступенью данного движения, чтобы детки, которые переходят в пятый класс, уже были полностью в движении, включались в проекты. То есть «Орлята России» созданы для того, чтобы ребята начальных классов постепенно при помощи педагога начальных классов приобщались к социально значенным проектам и, в принципе, к социально ответственной жизни такой. Простите, я вот все время буду воспринимать это как аналогию историческую, но точно так же, как и «Октябрята», они сразу равнялись на пионеров. Так же и сейчас «Орлята России», они ориентируются на движение первых, да? Ну, они, да, можно сказать, ориентируются на движение первых. Итак, это вот как первая действительно ступень. Движение первых является партнером данного проекта. Основными организаторами данного проекта являются Всероссийский детский центр «Орленок» и ФГБУ «Российско-детско-юношеский центр». То есть это два таких крупных оператора данного проекта. И этот проект, несомненно, поддерживает Российское движение детей и молодежи и Министерство просвещения Российской Федерации. Также данный проект у нас входит в нацпроект образования, в проект патриотического воспитания граждан. Система только создается? На данный момент же у нас нет какой-то централизованной организации, которая занимается социальной активностью школьников младших классов, да? Ну, на самом деле проект уже третий год. Он, да, запустился у нас... Я просто его не заметил. Да, смотрите, он запустился у нас вместе с проектом «Навигаторы детства». Так случилось, что они у нас запустились в параллель. И изначально данный проект был реализован на пилотных 10 регионах. То есть в 2021 году он был в 10 пилотных регионах, где у нас была апробация проекта «Навигаторы детства». В следующем году, в 2022 году, к данному проекту уже присоединилась вся Россия. И даже с Хабаровского края у нас приняло участие 200 педагогов начальных классов. То есть программы пользуются спросом. И в этом году у нас уже регистрация начальных классов педагогических работников около 2000 человек. А как все это взаимодействует с администрацией школы? У тех, своем начальстве, министерства образования. А вот у структуры Орлят и Движения Первых своя какая-то вертикаль власти существует? Ну, Движение Первых — это отдельная у нас организация, отдельное юридическое лицо, которое взаимодействует и с органами власти Министерства образования и молодежной политики. Орлята России — это непосредственно проект. Также он сейчас создан как внеурочная деятельность для младших классов. То есть люди, директора школ, руководство, они непосредственно вносят ее как внеурочную деятельность, либо это классные часы для деток идут. То есть это семь модулей, которые есть методические рекомендации. Они выгружаются на сайт. Педагог начальных классов использует данный модуль и реализует программу на деток. Он может это сделать как внеурочную деятельность, либо как в рамках классного часа. Тут все зависит от того, какую систему выберет непосредственно администрация школы. Но данный проект у нас входит в федеральный проект, и поэтому он полезен и для детей, и для реализации в образовательных организациях. Чем конкретно занимаются Орлята? Если вспомнить октября от нас, мы прежде всего должны были хорошо учиться, помогать переходить дорогу бабушкам, помогать по хозяйствам. Есть какие-то конкретные дела, какими должны заниматься дети? Есть семь треков направлений непосредственных. Это Орленок-лидер, Орленок-эрудит, Орленок-доброволец, Орленок-спортсмен. И вот по таким определенным векторам, семи векторам, есть методические рекомендации, которыми занимается с ними педагог начальных классов. То есть Орленок-спортсмен больше направлен на физическую активность детей. Орленок-эрудит больше направлен на развитие кругозора. Также, например, Орленок-лидер прокачивает их лидерские качества уже с малого возраста. Орленок-доброволец, здесь у нас все сказано, то есть это добрые дела, какие добрые дела непосредственно у нас может делать ребенок. Каждый трек заканчивается всероссийским мероприятием итоговым. Например, на Орленок-эрудит у них была онлайн-игра «Что, где, когда», где детки классами играли в данную игру. Также они делают полезные дела в рамках трека «Орленок-доброволец» и много-много другое. Ну, тот факт, что я от вас узнал, что это уже существует, на самом деле хорошо. Это значит, родители не против, иначе бы они нас засыпали жалобами. А как, в принципе, к этому относятся дети и их родители? Детям достаточно нравится, потому что это интересный формат работы. То есть все то, что с ними, в принципе, проводят учителя, да, то есть это с ними и сейчас будет проходить в рамках проекта «Орлята России». Родители, на самом деле, очень положительно к этому относятся, потому что это все равно социализация ребенка, да, это прокачка уже с малого возраста, их каких-то навыков, да, soft skills, hard skills, как это у нас принято, да, говорить. И большинство родителей поддерживают данную программу, и они рады. Даже некоторые родители ждут с нетерпением, когда же запустится новый сезон, чтобы их детки приняли в этом участие. Ну, теоретически они могут сказать, вот моего ребенка не трогаете, не будет он орленка? Ну, это, конечно, выбор каждого родителя, да, то есть тут нужно смотреть, почему родители настроены напротив, да, этой программы. Но тоже, если не хочет, то тут нужно провести такую комплексную работу с родителем. Ну, выяснить, почему непосредственно он не хочет, чтобы ребенок участвовал в этой программе. Программа же направлена на объединение деток не конкретно какой-то одной группы, а всего класса, чтобы класс стал одним, единым целым. И для этого у нас существует педагог, который их направляет на одну такую большую команду при помощи данного проекта. И если у нас один ребеночек выбивается, да, то тут вопрос. Либо, возможно, ребенок не хочет, тогда нужно смотреть, разговаривать с ребенком. Почему ему эта программа неинтересна, как-то найти к нему подход по-другому, да. А если родители против, то нужно говорить с родителем. Возможно, ребенку интересно, зачем ребенка лишать истории, участвовать в том, чему действительно ему нравится. Ну, все-таки родители имеют право отказаться или нет? Я не считаю, что это правильно. Я вспоминаю свой класс и подумал, если бы у нас кто-то не был октябренком, ну, ему было бы очень скучно просто. Ну да, но с точки зрения юридической, родитель является законным представителем данного ребенка, и он несет за него ответственность и определенные какие-то решения, да. Но здесь, я говорю, если есть какая-то прям четкая противоречия, что родитель не хочет участвовать, то просто с родителем нужно провести комплексную беседу, работу, да. Для этого у нас есть советники директора по воспитанию, которые помогают непосредственно повзаимодействовать с родителями, донести информацию, что это действительно важно и нужно, и что при помощи этой программы у вас ребенок социализируется, пробует что-то новое, изучает что-то ему до этого неизведанное. А предусмотрены ли какие-то элементы самоуправления? Я вот вспоминаю, у нас были, по-моему, звездочки, во главе звездочки был старший октябрёнок, то есть лидер, да? Пока такой системы именно у нас нет, тут именно все направлено на больше такую команду образования, есть педагог, который непосредственно ведет эту программу, и есть начальный класс, дети, да, которые в ней участвуют. Прям такой какой-то иерархии не создано, то есть мы здесь больше направлены на объединение, на команду, и пока они еще совсем у нас малы, да, у нас лидер данной команды является педагог начальных классов. Когда-то в каждой советской школе были вот целые стены, заклеенные портретами детей и героев, их всех знали, Лёня Голиков, Марат Казей и так далее, до сих пор помню, и про этот фильм мы снимали. А есть ли планы сделать что-то подобное? Потому что мне кажется, что вот примеры для подражания, причем не какого-то взрослого человека, а такого же ребенка, как ты, ну, может, чуть-чуть постарше, мне кажется, это очень важно. Конечно, сейчас у нас идет проект создания образовательных пространств, то есть это непосредственно наглядное оформление школ, школьных стен, стендов, различных оформления зон рекреации, да, есть определенный брендбук, и, конечно, в будущем, я думаю, что это действительно появится, и страна будет знать своих героев и детки непосредственно тоже, то есть это в проектах и в планах есть, и по оформлению школьных пространств данный проект входит как один из основных. Некоторые наши зрители считают, что лучше было просто возродить пионерское октябрянское движение, не изобретая ничего нового, ну, как вы к этому относитесь? Ну, смотрите, на самом деле все движения, которые сейчас создаются, они берут все хорошее, что было уже создано, и просто возрождаются в новом формате, то есть это не прям четко списанная, да, структура, но с нее взято все то, что хорошо работало, все то, что было сделано, и просто приобретают новую форму в связи с новыми тенденциями, с новым течением жизни. Ну, я сам считаю, что возродить октябрян в чистом виде невозможно, потому что, ну, дети сейчас уже другие, они выросли в цесаровой среде, у каждого есть гаджет, а многих не один, и воспитывать их книжками и плакатами, как нас когда-то уже не получится. Но насколько задействованы в проекте «Орлята России» цифровые технологии? Потому что я подумал на современных детей, вот мы с ума сходили от красивых книжек, там, от плакатов этих, а сейчас что-то требуется, чтобы поразить воображение. Цифровизация предусмотрена? Смотрите, да, цифровизация в плане проекта, она упрощается, если мы говорим про сайт, то она упрощается до педагога, то есть там деткам не надо регистрироваться, там регистрироваются у нас только педагоги. Что касается непосредственно проведения уроков, то да, там предполагает использование мультимедиа, использование различных роликов, мультиков, интерактивных игр, которые... Я подумал, какое-нибудь приложение для телефона «Орлята России». Ну, это возможно в будущем, да, но, к сожалению, пока у нас есть только сайт, это рабочий сайт для непосредственно педагогов, а с детками в основном наши коллеги стараются разрабатывать очень интересные методические материалы, которые они уже используют непосредственно на уроке. Я себя в этом возрасте, когда только вступил в школу, прекрасно помню, помню, как вы вручали октябрецкий значок, помню свою первую учительницу, а вы помните тот момент? Да, я помню свою первую учительницу. Вот вами кто-нибудь тогда занимался? Мне кажется, как раз был такой период, когда вот в школу государство практически не лезло. Ну, на самом деле, когда я училась в школе, действительно, у нас не было изобилия таких движений, да, организаций, и все равно педагоги старались найти нам, ну, по крайней мере, в начальных классах, создать классный час необычный, да, чем-то нам завлечь. Но прям вот истории с тому, что ты к чему-то причастен, ну, у меня, к сожалению, не было. И очень здорово, что у деток это появляется, и что очень здорово ощущать себя частью чего-то большого, потому что орлята России, они у нас есть по всей стране, и это большая возможность потом деткам поездить на всероссийские детские смены, познакомиться с ребятами из других регионов, да, нашей страны, и уже в таком юном возрасте завести связи, да, дружеские, и знать, что у тебя есть друг где-то в Санкт-Петербурге или, я не знаю, в Волгограде, это на самом деле очень здорово чувствовать, что ты действительно прям часть большой страны, и что даже находясь, не ограничиваясь классом, ты можешь познать многое. Я с вами полностью согласен, я как раз принадлежу, наверное, к последнему поколению, которое было воспитано в ощущении единой страны, и нам показалось на какое-то время, что это не требует. Сейчас мы видим, что этого действительно очень не хватает. Это совершенно необходимо для формирования не просто гражданина, но просто нормального человека, особенно в этом возрасте, но требуется там коллектив, требуется маршировать, требуется командовать, но без этого невозможно социализироваться потом будет. Да, действительно, проект помогает непосредственно социализироваться. Причем я даже пока не вижу никакой идеологии в этом. Людей просто воспитывают, учат быть нормальными людьми. Да, это просто история о том, что мы должны с самого раннего возраста показать деткам, насколько широка и богата наша страна, и что в ней действительно есть много прекрасного, уникального, и ты можешь с ней начинать развиваться и найти свой в дальнейшем путь. Если ты начнешь с самого малого возраста начинать вот эти вот все моменты простраивать, тебе будет потом в будущем определиться легче, в какую сферу ты хочешь идти, чем ты действительно хочешь заниматься. То есть посмотреть, насколько у нас шикарен и богатен этот мир. Самое главное, огромное количество людей, с которыми надо с детства научиться разговаривать, взаимодействовать. Да, это точно. Средство коммуникации, в принципе, коммуницировать с другим человеком и учиться находить подход каждому, это тоже дорогого стоит. Это поможет даже в ТСЖ. В студии программы Политпрайм была Светлана Лисицца, региональный координатор федерального проекта «Навигаторы детства Хабаровского края». Спасибо большое. Мы прервемся совсем ненадолго, а потом вспомним отпуск обманутых туристов. Кстати, вы сами в положении обманутого туриста не оказывались, у меня был один раз. Продолжение следует...